Круизный лайнер Viking Sky потерпевший бедствие Роскошный круизный лайнер Viking Sky. Отличный пассажирский лайнер, который осуществлял круизы круглый год, был спущенный на воду в 2016 году и введенный в эксплуатацию в 2017 году. Он эксплуатируется компанией Viking Ocean Cruises. Круизный лайнер имеет общую длину 228 метров, ширина 29 метров, высота 9 метра. Корпус корабля усилен для плавания во льдах с финско-шведского ледового класса 1С. 23 марта 2019 года круизное судно шло на юго-запад из Тромсевставангер в Норвегии при сильном ветре и бурном море с волнами высотой 15 метров. По словам капитана на борту, погода была в пределах эксплуатационных возможностей корабля. На борту находились 1373 человека, 915 пассажиров и 458 членов экипажа. Вдруг 13 часов 50 минут в Хастадвика у побережья между Молди и Кристиансунда. Корабль потерпел потерю давления масла, что приводит к автоматическому закрытию всех двигателей и начал дрейфовать в сторону земли. Не срабатывала сигнализация низкого уровня смазки. Двигатели могут работать без смазки только несколько минут, прежде чем выйдут из строя. Спасательным лодкам с берега пришлось вернуться из-за штормового моря. Были сброшены якоря, и буксиры безуспешно пытались привязать к судну буксирные тросы. По сообщению Reuters судно Viking Sky отправило сигнал бедствия после того, как у него возникли проблемы с двигателем в Норвежском море. Неисправность двигателя произошла на участке Хастадвика, который, как сообщает Reuters, известен как мелководье, усеянное рифами. Что еще хуже, по данным Норвежского метеорологического института, проблема с двигателем возникла во время шторма с сильным порывом ветра со скоростью примерно 79 футов в секунду. Это было почти катастрофой. Корабль дрейфовал в пределах 100 метров от рифов, прежде чем они смогли запустить один из двигателей, сказал Ханс Вик, возглавляющий Объединенный координационный центр спасения на юге Норвегии. Шесть спасательных вертолетов Норвегии были отправлены на место происшествия и эвакуировали пассажиров. Экипажу Вайкинг Скай удалось перезапустить один двигатель, но эвакуация продолжилась. У корабля только один работающий двигатель, и ветер довольно сильный. Поэтому мы предпочли бы, чтобы пассажиры находились на суше, а не на борту корабля, сказал начальник полиции Тор Андре Франк. Примерно через пять часов было эвакуировано 100 пассажиров. При этом по воздуху было задействовано, как минимум, четыре вертолета. На эвакуацию всех уйдет время, сказал Франк. Около 19 часов ровно два вертолета были направлены на спасение экипажа грузового корабля Хагланд Кэптон, который направлялся на помощь Вайкинг Скай и также имел отказ двигателя. Экипаж Хагланда бросился в море и был поднят вертолетами в темноте. На круизном лайнере происходили драматические операции по спасению, когда пассажиров корабля по тросу перебрасывали по одному на вертолеты, которые парили над ними, пока корабль раскачивался в волнах. Пассажиры корабля описали сцену хаоса, когда они ждали выхода в безопасное место. Сначала это было страшно. А когда прозвучала общая тревога, это стало очень реальным. Пассажир поделился видео в социальных сетях, на котором было показано, как пол корабля катится взад и вперед по неустойчивой плоскости, а затем гремит мебель, которая грохотает по полу и иногда врезается в пассажиров. Панели упали с потолка на пассажиров, которые отчаянно пытались избежать повреждений. На других видеороликах были показаны пассажиры, пристегнутые ремнями в оранжевые защитные жилетки, когда под их ногами поднималась вода. Ожидание благополучного возвращения на сушу растянулось на несколько часов. Якоря Скай были освобождены. Один вытащили на борт, другой оставили позади, чтобы переместить корабль дальше от берега. Количество норвежских вертолетов в районе Хустадвики привело к тому, что ответственность была передана Дании и Швеции, а датский спасательный вертолет был передислоцирован на юг Норвегии. Великобритания была готова оказать помощь в случае необходимости. Корабль тяжело двигался во время шторма, мебель скользила взад и вперед. 24 марта, после того, как три из четырех двигателей были перезапущены в течение ночи, эвакуация была остановлена в 9 утра воскресенья, и Вайкинг Скай тронулся и взял курс на Мольде. Спасательные службы эвакуировали в общей сложности, 479 человек были сняты с корабля во время 30 вертолетных рейсов. На борту все еще находилось около 900 человек. 16 человек были доставлены в больницу, трое из них получили серьезные травмы. В воскресенье непогода утихла, и корабль вышел в безопасное место. Вайкинг Скай отправился своим ходом, со скоростью 7 узлов, но был прикреплен к буксиру, так как якори Скай больше не работали, и достиг Мольде в 16 часов 30 минут 24 марта. Когда в порт прибыла Вайкинг Скай, торжествующе гудев, в порту раздались аплодисменты. Председатель правления Вайкинг Крузи Старстейн Хаген дал высокую оценку спасательной операции, проведенной норвежскими властями, и действием экипажа судна. Он сказал норвежской газете, что события вокруг Вайкинг Скай были одними из худших, в которых я участвовал. Но теперь похоже, что в конце концов все идет хорошо, и нам повезло. Хаген также сказал, что компания позаботится о том, чтобы все пассажиры благополучно вернулись домой и перебронирует для них рейсы. Подобные инциденты довольно редкие. В отчете правительства Новой Зеландии за 2017 год было обнаружено, что во всем мире примерно два круизных лайнера в год сели на мель, а в период с 1980 по 2012 год затонуло около 16 круизных судов. Совет по расследованию авиационных происшествий Норвегии начал расследование, в том числе причины, по которым судно отплыло, несмотря на штормовые предупреждения. Соответствующие агентства Великобритании и США будут участвовать. Норвежская полиция проводит отдельное расследование, на борту которого задействованы как регистр судоходства Ллойда, так и производители двигателей. В предварительном отчете от 27 марта было опубликовано, что причиной отказа двигателя было то, что движение лодки вызывало проблемы с подачей смазочного масла на насосы, которые остановились. Отмечается, что изначально уровень масла был в пределах установленной нормы, однако лайнер попал в шторм. Из-за волнений оно перестало поступать в двигатели, в результате чего произошло их автоматическое отключение. НМА разработала общее уведомление о безопасности, об обеспечении непрерывной подачи смазочного масла в двигателе и другие критические системы в плохих погодных условиях. Компания Viking Ocean Cruises признала выводы управления и заявила, что проверила остальные корабли, чтобы избежать повторения инцидента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok